Здравствуйте, мои дорогие друзья и лучший в мире на свете зрители! Сегодня вы увидите продолжение обзора Блошиного рынка на Тишинке. Но для тех, кто с нами недавно, уточню более точное его название «Художественный проект Блошиный рынок». Поэтому не удивляйтесь, если увидите вполне музейные вещи. Когда-то на этом месте была обычная барахолка. И сегодня вас ждет сюрприз. Скоро, очень скоро вы увидите замечательный, старинный, российский и советский фарфор. И сможете по достоинству их оценить. Итак, вперед! Это в стиле 60-х, да? 70-х. О, а у вас и очки такие все. Ммм, можно теперь... И шляпки с вуалью. О, а у вас. И шляпки. О, а у тебя! С. Иран. Убийца. Убийца. А у тебя! Опять! Давно не снимала броши для вас. Это Америка? И Франция, и Италия. А, здесь всё есть. У нас здесь всё как в Греции. Ну да. У нас здесь всё. У нас здесь. У нас здесь. Вот такие муси. Интересные. Вот видели вы русское стекло 19 века? Завод Болотина. Болотина. Вот посмотрите, какая ваза. Из молочного стекла с сиренью. И здесь даже птицы. Смотрите. Друзья, это все гарднеры. А вот и изумительный розовый кофейный сервис от Кузнецова. Крытье плавно переходит от белоснежного до густо розового на ручке. А на нем разбросаны букетики голубых васильков и белых ромашек. А вот глядя на его форму, я почему-то представила себе, как летний ветерок развивает легкое батистовое платье молоденькой девушки. Ну, и по краю и чашечек, и блюдец, и кофейника, и молочника, и сахарницы от водка с золотом. Ну, а чуть ниже представлен фарфор от гарднера. Мне кажется, вот эти розовые подсвечники очень подошли бы к этому розовому сервизу Кузнецова. Ну, и, конечно, вы видите фарфор советских СССР, советских времен. Вот здесь еще раз смотрите. Да. А вот смотрите, стекло императорского фарфорного завода. А вот полочка с нашим любимым фарфором Дулёва, 50-60-е годы. И посмотрите, перед вами раритетные чайные пары Дулёва-шиповник. На темно-зеленом фоне цветы расписаны золотом. И вот у них такая старинная, очень красивая форма чашки. А вот рядом стоящая уже другая. Мужик, да? Тарелочки. И опять гартнер. И опять гартнер. Гартнер перед нами. А вот и опять сквознецов. а вот смотрите здесь даже надпись хлеб да соль вот по-моему натали подарили такое сувенирное это немцы примерно 40 сантиметров 68 даже почему же прям необычно и красиво вот для наших музыкантов поставить все что еще джаз кто поет спасибо а это у вас капа демонта вот так они делают все до мелких черт до мелких морщинки на лбу и все 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 конечно у них не стоит и стоимость соответствующие потому что потому что вещи конечно посмотрите все вот настолько точно настолько мелкие детали хорошо поразуху не прописающих так извините а сколько ваш чайник стоит так а где вас можно найти если вот я решу только здесь и даже в флаконе вас не будет но это не скоро теперь до весны с другой стороны деньги под накоплю да а это не бавария случайно это двояна польша двояна польша ну слушайте такая красота и сколько вот она две тысячи две тысячи недорого смотрите две тысячи мы сносим да ну какая красота и здесь вот все есть внутри пейцы очень приятные внутри пейцы очень приятные очень приятные ой храмочка чуть тоже так давайте мы вас и вы посмотрите что здесь есть как в лавке а в пещере в холодильнике все есть на любой вкус ой смотрите как здорово доска да поставите к ужину какие блюда потрясающе вот такой старичок под зонтиком да спасибо получается как вы думаете где в музеях особенно много людей там где воссоздана та атмосфера в которой некогда жили их владельцы с диванами того времени картинами столами буфетами коврами то же самое происходит и со мной попадая на такой степ на тишинке подолгу любуюсь этой красотой этой атмосферы ведь купить все красивые вещи невозможно да и зачем а вот полюбоваться проникнуться этой атмосферой я люблю видите я вот в галерее живые вещи нахожусь и здесь вещи где-то 17 века есть да и по по середину двадцатого века представлены да вот эти замечательные люстры а и у вас все франции ну люстры это двадцатый век да вы сказали начало да а у нас есть такие замечательные парные консоли восемнадцатого века вот смотрите консоли восемнадцатого века с здесь подробные например дворцовых интерьеров восемнадцатого века это парные вещи это настоящий есть также старинная живопись с девятнадцатого века барометра а вот красивые блюда там совершенно не очень блюда это лимош рубеж с девятнадцатого века ручная роскость созвлочение очень тонкая 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 красиво но оно и большое где-то 35 до сантиметров на юнош это вообще отдельная песня а вот очень интересно у вас там ландыш я вижу тарелку это что да ландыш сейчас я вам скажу да а вот пока да есть ремонт нет это немецкая тарелка мы а вот одна вещь у вас все-таки немецкая ну потому что есть конечно мы привозим предметы из франции но это тоже время есть в коллекции предметы английские а какое время я не знаю это середина двадцатая спасибо но у вас и стулья такие красивые да стулья в стиле нео ренессанса резьба потрясающе тоже да а бокалы красные французские бокалы хрусталь они как представлены в таком цвете есть есть набор разноцветные а а вот а вот этот красивый сервис это сервис восемьдесят 80-х годов велерой бог это фаянс велерой бог но велерой бог он уже считается он сейчас очень модный дорогой да но все-таки он считается более такой простой да не для замков ну не такой разничный он хорош тем что его можно использовать каждый день каждый день да каждое дневное да посуду посуду молочной машине вот это тоже очень ценно для нашего времени да чьи тоже разогревать потом он тактильно очень приятный очень легкий в то же время да он нарядный он не зря считается дорогим потому что это есть за что потрясающе а вот так красиво да это пенгерская школа живописи второй половины 19-го века ну просто дворцовая такая вещь да пойду поближе спасибо вам большое а вот это вот красота это что такое это спрашивание для камина каганы бронзевые 19-го века такие гротескные в стиле неоготики в то же время шинуазные и очень необычные вещи да я смотрю дракона то да спасибо а вот эти чудесные куклы с фарфоровым личиком я думаю играли дети какой-нибудь французской аристократки посмотрите какая замечательная сохранность мое внимание привлекла это настольная лампа Восток. Да, меня эта лампа покорила. Потрясающе. Здесь еще одна. И вы посмотрите. Ой, какая старина, какая прелесть. Это уже нечто. Посмотрите, какая красота. Как арпа. Ой, ну просто сказка. Сказка, сказка. Вот повесит такую. В этот самый момент, когда мы восхищаемся чудесным барометром, мы с вами и попрощаемся. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что были со мной. Спасибо за лайки и комментарии. Удачи и всех благ. Обнимаю, мои дорогие. До новой встречи. Кстати, сегодня я иду на Балашинный рынок в музей Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.